Ну, а это сумасшедшее совершенно видео. Я посвящаю всем, кто умудрился родиться в 1984 году и в среду вдобавок еще. Всегда говорил, буду говорить и запоминайте, записывайте, храните, пока YouTube еще дышит мои видео. Записывайте на носители, на хранители, потому что это все может одним махом загнуться. Ну, 1984 год – это высокосный год Меркурия, Гермеса, Иудеск, Искариотского. Значит, это деловые, предприимчивые, адаптирующиеся легко и так далее, тому подобные люди. Я по этому поводу записывал видео, я его подверстаю. Про 1984 год и про среду, тоже я видео записывал, про вторники и среды, до других дней не добрался, доберусь, обещаю. Но когда вы это все почитаете, узнаете, у нас тут даже полемника была, мы все смеялись про 1984 год. Большинство восприняло 90% с юмором, спокойно. Да, мы такие, да, вот мы рожденные в 1984, мы такие. Ну, а тут совпало, понимаете, просто выбило меня из колеи это видео записать. Вот это сообщение. Предприниматель Павел Дуров, я буду акценты делать на фамилии Дуров, сообщил, что у него более ста биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. Вот кто человека за язык тянул, чтобы о тебе вспомнили и над тобой постебались? Ну, во-первых, я в журналистике уже работал в 90-е. Если бы я такое сообщение бы принес своему главному редактору, она бы мне так его швырнула, Лукина, вот, Антонина Ильинична, значит, и сказала бы, это чего, благодаря донорству спермы чьей? Вот такие, знаете, ветеватые слова. Надо было написать, которые появились на свет благодаря донорству его спермы. Тогда всё понятно. Ну, нам и так всё понятно. Думаю, надо. Вот никогда бы не собирался, он мне совсем не интересен, этот человек. Но после такого сообщения, когда у человека столько спермы, что хватило на 100 человек и в 12 странах, думаю, надо заглянуть, что это у нас такой за донор. Фабрика практически донорская, так? Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 84-го года. Ну, вот он, год-то 84-й, а 10 октября-то это что? Среда. Вот вам и всё. Вот вам и всё. Доловый миллиардер, Мингражданство, Сент-Китца и Дэвиса, ОАЭ и Франции. Парам-папарам. Парам-папарам. Вот и всё, что вам надо знать об этом человеке. Сын, дочь разведён, младший сынок, лялечка, девочкой должен был родиться. Старший брат 80-го года, на 4 года старше. А кто моё видео смотрел, я там всегда говорю, мальчик второй – это всегда девочка, это Ева. Это плоть мужская, а всё остальное девичья, потому что два раза Адамы не рождаются. Адам-Ева, Адам-Ева, Адам-Ева. И так до бесконечности. Так что это Евушка у нас, а не Паша Павел. Вот так вот. Ну, понятно, что порода, биография суперская, это само собой. И не надо мне писать про зависть, я не завидую таким людям, тем более миллиардерам. Нет. Я с двумя общался, больше не хочу. Нет, не хочу. Поэтому папа – доктор филологических наук, автор многих научных работ. Вот, возглавляет кафедру классической филологии, филологического факультета СБ, СПБ, ГУ. Мама преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Всё, этого уже достаточно, чтобы понять, какой одарённый будет ребёнок. И старший брат, Николай, математик, кандидат физико-математических наук, многократный призёр и так далее и тому подобное. Дважды абсолютный чемпион мира по программированию среди студентов и так далее. Вот вам семья. Какая, значит, мама, папа, какие и такие дети. Мозги. Но, видимо, не у всех они достались поровну, потому что я бы такое никогда о себе, будь я там королём или кем угодно, никогда бы не написал, что у меня сто биологических детей. Во-первых, это бывшей жене неприятно. Это как минимум. Я думаю, что, значит, папа и старший брат вот так у виска покрутили. Паша, ты ку-ку, что ли? Паша, ты ку-ку, что ли? У тебя новый бизнес, что ли? Свою эту сперму продавать? Прости, Господи. А детям это приятно, да, что у них вот сто братьев и сестёр в 12 странах. Вот мозги где у человека? А если вот узнают, а там могут узнать за деньги и журналисты, они же что будут делать? Они претендовать будут на его состояние. Не вот эти два ребёнка его, значит, которых зовут Михаил, вот, и дочка, да. Дочь без имени написана, вот биография в Википедии, у миллиардера долларового вообще, я угораю. Написано, дочь 2009 года рождения и сын Михаил 2010 года рождения. Ребята, вы совсем ку-ку. Паша, у тебя денег нет подправить биографию свою в Википедии? Дочь без имени у тебя в Википедии? Нету у дочери имени. Значит, не назвал, что ли? Ну, я вообще в шоке. И супруга Дарья Бондаренко, ещё во время учёбы познакомились. В общем, первая любовь, наверное, туда-сюда. Паша, тебе надо с этим что-то делать. Пора есть мясо. Заканчивай ты с этим веганством. Тебя, видно, там распирает, как капусту или огурцы полевые. Ну, нельзя так. Ты что, ты с ума сошёл, что ли? Как я предполагаю. Ну, я в шоке. Это называется уже... У человека идёт такая профессиональная деградация. Интервью все скучные, текстовые и голосовые. Смотреть неинтересно. Ну, вообще. В общем, ку-куха. Так, а теперь посмотрим, как говорится, во-первых, в строках письма, значит, когда у него день рождения. У него, во-первых, 40 лет. Будет в этом году у него юбилейный год. Как у Вэнса, вице-президента, значит, Трампа. Он такого же, 84-го года. Вот там, конечно, бомбическая биография. Я уже рассказывал в видео. Это жесть. 10 октября. Ну-ка посмотрим, Пашечка, Пашуля, папа 100 детей. Это надо песни написать или частушки какие-то придумать. У тебя четверг, я тебя поздравляю. Много интервью будет, много бабок будет и всего такого. Но запомни, у тебя следующий год пятница, а потом суббота. Так что добро пожаловать в 25-26 год. Там сладко не будет. Вот еще до октября следующего года будет все хорошо. Четверг, апостольский год. А потом готовься. Голгофа и суббота. Поминальный год. Ну, какой он веры, тут вообще биографии не поймешь. Во что он верит. Это все надо в биографии записывать. Ну, биография стрёмная. Вот тут, в Википедии. Вообще стрёмная. Вот, собственно, и все, что вам надо знать о Павле Дурове. Всех его поклонников поздравляю. Вот. Берите пример. Надо размножаться. Планета и так страдает, что не хватает детей. Вот давайте, давайте. Вперед. У вас же там чуть ли, как я предполагаю, чуть ли не поклонничество там. Нео-секта или что-то в этом духе. Как я предполагаю. Поэтому вот вам пример задом. Вперед, ребята. Вперед. Побейте рекорд. Сто детей маловато. Давайте пятьсот, семьсот. А, там законодательство, по-моему, ограничено. В некоторых странах. Я читал там, в Испании, по-моему, один. То ли в Испании, то ли в Германии. У него там больше пятисот или семисот. Ему законодательно запретили сдавать сперму. Представляете? Ну, есть такие люди, понимаете. Вот это хобби. Такое вот хобби. Да. Ну, вот, собственно, все. Значит, какой еще будет рассказ интересный? Я готовлю. Сегодня хватит. Пять видео. Август. Завтра расскажу. У нас еще интересные аресты есть. Очень такие веселые. Значит, вот, Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края. Евгения Никонова. Надо его посмотреть. Порадовать человека. Хабаровск порадовать. И край Хабаровский. Дальше. Значит, еще тут один арест был. Тоже интересного товарища. Значит, с Почтой России там связаны. Тоже мы его посмотрим. Вот. Не каждый день до Почты России добираются люди. А вот. Суд в Москве приговорил к трём с половином годам колонии бывшего замгендиректора Почты России Сергея Емельянченкова. Внимание. За что в нашей стране дают три с половиной года колонии перед большой амнистией восьмидесятилетия победы. Значит, за превышение полномочий с ущербом, внимание, 1,6 миллиарда рублей. Вот так вот. Учитесь. Учитесь. И к тому же сроку руководитель департамента управления IT-сервисами Привет Павлу Дурову. Андрей Синичкин. Вот так вот. Учитесь. Это Россия. Три с половиной года колонии за миллиард шестьсот миллионов. Вот так. Собственно, всё. До завтра. Будет ещё много интересных тем. Я расскажу про ССО. Украины. У них недавно было образование. Военные железнодорожники. Вчера отмечали профессиональный праздник. А это вторник. То есть такое будет, такое будет. Это всё надо рассказать. Ну, три-четыре видео будет точно. Может и больше. Жду донаты. Жду на приёме. Распространяйте. Продурова. Значит, во всех смыслах видео. Это своим родным и близким подписчикам ВК. Я размещу свои видео. Я на ВК размещаю. Пусть народ знает. Значит, своих героев и бывших руководителей и идеологов. Значит, и до встречи. На сегодня всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова